Ребята, всем привет! Вы на канале Роман Гоу. С вами я, Король Перегонов. Значит, сейчас я нахожусь в городе Стамбул, на Рами Стейшн. Вот он, вход в метро. Позади меня вы видите авторынок местный. Конечно же, попав в Стамбул, я первым делом пошел на авторынок посмотреть сам, показать вам, своему сынишке. На первый взгляд, движуха идет очень серьезная. То есть, очень много народу туда-сюда ходит. Давайте-ка посмотрим, что там. Вот тут как на зеленке, получается, заправка стоит. Вот такая вот территория. Народ тоже ходит. Как пройти-то? Да, сразу заряженная тачка попалась нам. 125, почти 126. 126 тысяч лир, 194 тысячи километров, 11 год, 114. Это сиропка. Такая вот крутая сиропка стоит. Ну, кому что? Кому Пикачу? Кому что? Ничего там? Офигеть, там будильники, смотри, какие. Камера. Это камера какая-то. Снимать эту. Красавица держалась до последнего. Седла такие, прям анатомические. Ну-ка. Ё-моё, смотри, катана. Коробка передачи, как медь. Ну, Пикачу. 16 колеса, 215 на 45. Это у нас Митсубиси Мираж, кажется, да? 60 товар. Да, 60 тысяч лир стоит. 1,2 бензина, 94 год. Ну, тут, кстати, хорошо, что цены везде указаны, да? Заметил? Ну, практически везде. Ну, где-то мягко видел. Никаких секретов нету. Вот это, Фиат интересный, правда, цены нет. Погодка сегодня такая. Не очень пасмурная. Но хоть дождя нет, и на том спасибо. Вот такая Реноха стоит 93 тысячи лир. 317 тысяч пробег, 10-й год дизель, механика. Видимо, здесь тоже начали уже по автотеке пробивать, пробеги не крутят. Это джетта у нас 186 тысяч с половиной. И пробег 186 тысяч. 1,6, как всегда, дизель. Такая вот джета красивая. На механике с тряпочным белым салоном. Так, вот интересная модель Mitsubishi. Похож на Outlander или на Lancer. 11-й год. О, это Mitsubishi Colt 1,3. 107 тысяч лир. Климат, аэрбэк, все дела. Интересная модель. Кольт такой первый раз вижу. Ну, и на механике салон. Этот, руль кожаный. Крутилки. Реально, Кольт такой вот необычный. На коробке передачи автоматик? Не, механик. Не, ну рынок прям живет. Прям народу много. Вообще очень много. Ну, то есть, здесь это прям актуально. Ну, и по интернету тоже все ищут. По интернету тоже все ищут. Потому что я там, ну, по ютубу посмотрел. Ищут не только на базаре здесь. Вот она, Тэшка. Пацанская тачка. Как в Анталии, да? Помнишь, сколько таких было? Ну, понятно, вся крашеная. 99-й год. 46-750. Любят такую здесь машину. Идем. Смотри, какая модель. Знакомая? Honda Fit. Или как это, наверное, Honda Jazz. Восьмой год, 1.4. 84 тысячи. Стоит 285 тысяч кмэ. 285 бим кмэ. Бим это, наверное, тысячи. Коробка механическая, не вариатор, на крутилочках. Все, по-простенькому, летишка. Ты вот сюда должен. О, ну, бэха, да, бэха. Бэха она и в Африке бэха, да? И в Турции. 70 тысяч лир стоит такая бэха здесь. Тут уже год без разницы, тут состояние. Ну, пробег заявленный, 250 тысяч километров. Ну, вот Hyundai Gets тоже у нас популярная такая машинка. 87 500 стоит, 11-й год. Полторашка дизель. Ну, практически все дизель. Ну, блин, тонированные пошли тачки-то, ничего не видно даже. Механика, крутилки. Метропробег 312 тысяч. Да, вот такая красавица Audi A3. 13-й год, тоже, наверное, дизельная, да? Это где-то 3 ляма. 300 тысяч, это 3 на 8. Сколько 3 на 8? 3 на 8? Это где-то 2,5 миллиона почти. О, бэха, ну, бэха советская. Бэха, ну, бэха. Вот она бэха черная, да? Как ты и хотел. Да, нет, я хотел в красной полоске. Ой, черно бы. Так, вот здесь, наверное, оформление происходит. Договор о покупке и продаже. Все дела. Вот, например, смотри, заряженная пушечка. 34 тысячи. Да, 34 тысячи, и она твоя. Видимо, надежные они и не гниют, что так много их сохранилось. Ну, вот, смотри, Renault Duster. Передний привод, дизель, 15-й год, 165 тысяч пробег. Здесь это называется Dacia. Dacia на механике, кожаный руль, ну, такой уже подстертый. Салончик, ну, тряпка есть тряпка. По состоянию тоже шины уже подносились. Машина 15-го года, шина 16-го. Мне кажется, что 170 тысяч лир это как бы. О, это Dacia Duster, я думал, она по-другому как-то называется. Это Dacia и Duster, ну, по куже вот такая подшатанная, да, она. Вот такое состояние, арочки. Все это чистенько. А сколько стоит-то? А цену что-то я не посмотрел. А, 170 тысяч. Здесь побольше народу, чем в Анталии, да, даже на рынке. Я-то думал, здесь уже мегаполис, все, интернет рулит, все на дроме сидят. Так, это что у нас, степ-вэй, давай посмотрим. 17-й год, 160 тысяч пробег, полторашка дизель, тоже Dacia называется. Получается у нас механическая коробка, ну, здесь салончик такой живенький. Да и по кузову она такая неплохая. Я там вижу, Мерседес красный. А, Dacia Sandero. У нас это Рено Sandero, да? Да. Hyundai Getz 65 тысяч пятого года. О, Реношки. Да, Реношки какие-то необычные. Вот этот пассажир спал, блин, в автобусе с 11-й вечера до 8-ми утра. Я, не знаю, может, 3 часа максимум поспал. Но я ничего не на ланте. Нет, хорошо, тебе везет, я вот так не могу. Нет, я не везет. О, давай Логан в старом кузове посмотрим. 1,4-й пятый год. Ну, называется, как всегда, Dacia. Ну, состояние, конечно, удручает. По крайней мере, то, что сейчас пока что вижу. Сколько стоит? А, 70 тысяч лир. Где-то 600 тысяч. Ну, тут жесть вообще, тут шпакля, подтеки, все это, весь комплект. Руль синий. Такой вот зеленый Рено Логан. Dacia. Dacia. А, тут и Dacia, и Рено, все подряд. Ну, состояние, да, я говорю уже. Крашено любителями экстрима. Как я заметил, на автомате здесь очень мало автомобилей. Больше мало. Практически все механики, ну и все дизель. О, сразу я заметил кое-что интересное. Ребята, смотрите, серебристая, свеженькая. Ну, не дизельная. Я думаю, не дизельная, номера какие-то странные, типа, как картонные. Лада. Полторашка, да, Лада наша. Russian Car. Такой вот салончик. Тоже неплохо сохранился для своих лет. Это Лада приоритет. 92-й год, 30 тысяч лир. Лада Самара. Ну, состояние неплохое для 92-го года. Все это. Все на месте. Поворотники, фары, крыша. Мы еще одну Ладу пропустили. Где? О, точно. Десяточка. Ну-ка, десятка столько. Ну, практически такая же цена. 33 тысячи 99-го года. Полторашка. Ну, тоже, думаю, не дизель. Это у нас бензин по-любому. Шины на лимонины. Все четко. Механика, крутилки. Сидушка маленько прожженная. Вот такая машина. Тридцатку здесь стоит. Это на наши где-то 200... 210 тысяч где-то, да? Идем. Вот редкий экземпляр. Автомобиль на автомате. Пассат. Стоит 130 тысяч. Шестой год. Круиз, климат. 10 подушек. Полная комплектация. Да, вот реально автомат. Хорошая комплекташка. Двушка дизельная. Вот тут сразу автомойка. У ребят, вон, кстати, Солярис на автомате. Посмотреть. Это святое дело. Hyundai Accent. 12-й год. Естественно, дизель. 163 тысячи. Автоматическая коробка. Номерочек повидал уже. Подмятый. Так, есть кое-где жимки. Вот реальный автомат. Но руль резиновый. И на крутилках. То есть, из опции таких только автомат. На родном летишке. Да, вот она. Accent Blue называется машина. Вот такая вот ретро-тачка. Даже не знаю, как называется. 39 тысяч стоит. Тут все такие цены неровные. А на 750 заканчивается очень много. Некоторые на 999. 140 косарей пробег. Digital экран. Значок Fiat. Крутилки, механика. Вот такая вот. Вы выбираете, девятку взять или такую. Или десятку. А вот это бестселлер Toyota Corolla. 96-й год. 60 тысяч километров. Ой, 60 тысяч лир. 242 тысячи км. На механике тоже. Дизельная тоже? Не написано. Ну и по-любому тоже дизельная. Потому что здесь такие только дизеля. А вот это. Nissan X-TRL. Очень популярная у нас машина. 200 тысяч лир. То есть полтора миллиона стоит. Восьмой год. Двушка. И она, кстати, бензиновая. Не из России пригнанная случайно. Двушка бензиновая. На автомате, на коже. Состояние такое. Как будто прям с Москвы пригнали ее сюда. А, да, какие-то номера красные. Видимо, это для наших соотечественников, что ли. Номера красные какие-то. Очень-очень редкая здесь машина. Ну, так Коцкий, конечно, есть. Здесь, там чуть-чуть. Очень маленькая. Рядом вот Корола тоже. Тоже наша. На роботе. Белая тоже, наверное, вместе пригнали. На светлом салончике, тряпочка, руль. Это сколько стоит? 150 тысяч. 12-й год. 1,4. Это дизельная. Вот тут раритетную тачку какую-то смотрят. Все, идем. Пойдем на выход. Посмотрел рынок в Штамбуле. В один из рынков. Это получается у нас. Вот Рами. Рами-станция здесь. Есть еще похожий авторынок в Картале. То есть, это на другом берегу, через Босфорский пролив. Есть еще пятиэтажный рынок бэушных именно машин. Ну, и много, конечно, автосалонов, новых тачек. Все, посмотрели. Сейчас небольшие, как бы, туристические будут прогулки. И завтра уже мы рвем в Грозный. Зашли с Демкой здесь в кафешку местную. Для местных людей. Такая вот уютненькая. Что, давай, мы пойдем сюда? Да, Юл. Мы на сумках такие, да? Санкс. Как, божественно, да? Горячая рука. Себе пока не взял, потому что, мало ли, острое. Еще что-то придется мне есть. Эта кухня именно для местных жителей. Специально такую нашел. То есть, здесь нет туристических вообще район. Это вот возле авторынка. Ну, и не возле, как бы. Где-то километров 700 мы прошли. Специально нашли именно такое колоритное место, где кушают местные люди. Ну, правда, 30 лир, вот как бы, за эту парцайку. Мне кажется, дороговато. Сели, значит, на маршрутку по 5 лир в сторону отеля. Движемся. Как здесь, Стамбул? Москва, да? Турецкая. Калоритный транспорт. Зазывают пассажиров на красный и не останавливаются здесь. В таких маршрутках. В общем, вот такие скромненькие стамбульские улочки. Вверх и вниз. Так мы и идем до отеля. Можем здесь спуститься. Пойдем здесь спустимся. Может, там поменьше подъем будет. Примчались в отель. Отель называется Романос. Скидку за это Романо не делают, к сожалению. Блин, у нас вещей уже на диван не влазят. А мы еще что-то хотим купить. О-о-о. Находились по стамбульским улочкам. Вообще жесть. Пойдем сейчас на Гранд Базар. Посмотрим один из самых больших базаров в мире. Вот он, видишь, Гранд Базар. В Стамбуле такая проблема, блин. Истанбул карт, местная проездная карта. Ее просто нету нигде в банкоматах. Есть только у перекупов по завышенным ценам. Их нужно привязывать к ХС-кодам. Кажется, целая история, целая нервотрепка, чтобы вообще в своем транспорте проехать. Жесть. И вот для этих аппаратов, которые выдают эти Истанбул карты, да, какие-то бичи постоянно тусуются, что-то говорят, что-то предлагают или просят. Непонятно вообще. Короче, в итоге в каких-то ларьках можно эти Истанбул карты купить. Сделано это для того, чтобы, если ты заболел коронавирусом, то по ХС-коду, который привязан к твоей карте, тебя, типа, не допускают к аппаратическому транспорту, тебе блокируют эту карту. Но в итоге ее можно купить у бомжей и у всех подряд. Сам оплатил, ребенку оплатить этой карты нельзя. Второму человеку нельзя. Только через 20 минут, по-моему, в следующий раз можно оплатить. Просто дичь вообще полная. Так, мы с Демидом в каком-то суперсвященном месте, здоровая, огромная мечеть вот такая, просто. Посмотри, Демка, какой потолок здесь. Ага. В торговом центре выше, конечно. Ну, конечно. Нет такого торгового центра, где выше потолок, чем здесь. Мы разулись, все, соблюдаем все правила. Там, вон, совершают намазы. Ну, молятся. Все, поднимаемся в наш замок. В стамбулы. Туалет, тут умывальник, тут душ, тут моя кровать, папина кровать. Сколько стоил этот номер нам? 13 евро, кажется. Вот такой у нас вид из окна был в отеле Стамбула. Там, вон, чей-то номер уже виднеется. Вот это Демка, Гранд Базар. Как-то этот магазинчик, по сравнению с ГУМом. Это вот на таком пароме мы примерно поплывем. Вот он, паром с нашим названием уже причаливает. Кадикей. А эта станция, вон, как называется, имени Нюню. Нифига, смотри, на каком огромным кораблем поплывем сейчас. Ё-моё. Смотри, какая платформа плавучая, да? А вон колеса от трактора, чтобы не терлось ничего. А смотри, цепи какие. Круче, чем вон на Герстерна, да? Ага. Стоит одна поездка, получается, у нас карточка на 10. 35 рублей. В Новосибию попробуй на таком трамвайчике за 35 рублей прокатись, да? Да еще и по Босфорскому проливу. Это так просто, историческая будет фигня сейчас, да? Ага, морские приключения начинаются. Что в помещении будет? Я не знаю, на какой этаж, выбирай. Давай на первый. Давай посидим, отдохнем, да, сначала? Да. И на второй сходим, и на улице постоим. Да, мы еще не выспались, вообще просто жесть. Путешествия идем, это сложная штука. Путешественник, это говорится, сразу вот-вот, это мы. Ну и это еще на минималках. Переезды, перелеты, походы, подъемы ранние. Я устала. Автобусные переезды и так далее. Да мы вон, да. Тут, видишь, этим транспортом, паромом пользуются, как обычным транспортом. Как троллейбусом. Видишь, люди уставшие едут. Тёма, круто? Да. Я-хоу. Смотри, чайки, друзья, не летят. Параллельно плывет трамвайчик речной, паром, на который не надо Истамбулкарт, за который наличка можно заплатить. Параллельно плывет трамвайчик. Продолжение следует. Продолжение следует...